Саратовская область 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 регионах пшеница стала дефицитом. Это и привело к повышению ее стоимости, отмечают эксперты. Только внутри страны зерновая культура подорожала на 30%. Отсюда и рост отпускных цен на хлеб, муку, мясо, яйца и молоко. Вместе с другими продуктами дорожают и овощи. По данным Саратовстата стоимость капусты и огурцов в регионе выше, чем в целом по Приволжью. Хотя недостатка по этим позициям мы не испытываем. Те же огурцы выращивают в совхозе весна. Обычно здесь собирают 12 тысяч тонн за год. Но в январе, если сравнить с аналогичным месяцем прошлого года, получили в два раза меньше урожая. Виной всему количество солнечных дней. При этом руководство предприятие утверждает, что на отпускной цене продукта это не отразилось. У нас несколько видов цен. Все должны понимать, что зимний огурец, он в принципе не может быть дешевым. Максимальная цена у нас в рознице на сегодняшний день 260 рублей. Первая категория 190 рублей. И вторая категория у нас 145 рублей. Низшая категория 60 рублей за килограмм. В скором времени производителям все же придется закладывать в цены продовольствия все дополнительные издержки. Торговать себе в убыток долго никто не может. Поэтому эксперты все в один голос твердят, что ручной режим регулирования цен – это мера, скорее, временная. В наше непростое время, тем более пандемии, многие потеряли свои доходы и так далее. То есть какие-то шаги надо действительно предпринимать и сдерживать, может быть, даже не совсем рыночным способом. Ну, где-то находить баланс и рыночных, и таких вот жестких административных. Наталья торгует на конечной остановке в поселке Юбилейный. Летом продает ягоды, помидоры и огурцы с дачи. А зимой на ее прилавке – домашняя закрутка и квашеная капуста собственного производства. Рабочих мест сейчас как таковых нет, еще когда вот в возрасте, когда уже пенсионный возраст, приходится как бы своим хозяйством, очень помогает, очень как бы люди. Здесь у нас клиенты как бы постоянные, все свои, уже продукцию знают, приходят. Еще один шаг, предпринятый властями – фактическое возвращение уличной торговли. Российское правительство призвало регионы содействовать ярмаркам и рынкам. Распоряжение премьера Михаила Мишустина прямо указывает на необходимость выделять места с наиболее высокой проходимостью для тех, кто продает продукты со своего огорода или фермерского хозяйства. Эта мера, считают в федеральном центре, будет полезна не только местным товаропроизводителям, но и покупателям, которые смогут приобретать качественные товары по невысоким ценам.